О великом Александре Сергеевиче мы вспоминаем чаще всего два раза в год. В день рождения поэта, который объявлен Пушкинским днём России, и в день его смерти. 6 июня 1799 года в Москве родился великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он родился в доме, сослуживца своего отца. Да, отец и мать занимались воспитанием великого поэта, но большую роль в его жизни, биографии, мировоззрении и творчестве сыграл ещё один человек – его няня Арина Родионовна. Она была крепостной бабушки Пушкина и больше всех своих воспитанников любила Александра. Пушкин не писал в одном направлении. Вся его поэзия – это дневник его жизни, в котором он беспрекрасно раскрывал черты своей личности и открывал читателю своё мировосприятие. Среди творческого наследия Александра Сергеевича Пушкина огромное количество стихов. Есть поэмы, оды, станцы, посвящения, раздумья. Есть автобиографическая, критическая, историческая проза. Но особняком в творчестве Пушкина стоят такие произведения, которые мы читаем и любим с самого детства. Это сказки Пушкина. Это был один из любимых жанров Пушкина. Простонародные сказки Арины Родионовны он ставил в один ряд с высокими литературными жанрами. Когда мы говорим «Сказки Пушкина», кажется, что ты представляешь себе огромный светящийся шар, который переливается и вот-вот лопнет, и на его месте появятся герои сказок Пушкина. Казалось бы, их должно быть очень много. На самом деле сказок, написанных Пушкиным, всего семь. Первое произведение, в котором Пушкин использовал фольклорные мотивы, является его знаменитая поэма «Руслан и Людмила». Сказка о попе и его работнике Балде, сказка о золотой рыбке, сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Эти сказки с детства мы помним, любим и знаем наизусть. Но есть у Пушкина и малоизвестные произведения. Первой по времени опубликования стала сказка «Жених». Сюжетной линией этой сказки стали русские народные сказы и предания на тему о девушке и разбойниках. Скорее всего, эти сказы рассказывала Александру Сергеевичу Пушкину по вечерам его няня Арина Родионовна. Александр Сергеевич постоянно кого-то слушал и со слов записывал сказки, пословицы, поговорки, песни. А потом из черновых записей рождались истинные шедевры его творчества. А вот сказка о рыбаке и рыбке вообще не собиралась становиться самостоятельным произведением. Изначально Александр Сергеевич Пушкин собирался написать целый цикл произведений под названием «Песни восточных славян». И эта самая сказка должна была стать восемнадцатой сербской сказкой. Но Александр Сергеевич передумал и не стал писать цикл этих произведений. А сказка о рыбаке и рыбке стала жить самостоятельной жизнью. Хотя в ее основе тоже лежит сербская народная сказка о рыбаке и его жене. Так что это произведение не стопроцентно авторское. Сказки у Пушкина заканчиваются по-разному. Счастливо или несчастливо, но всегда справедливо. Добро в них побеждает зло. Положительные и отрицательные герои не вызывают сомнений. Несмотря на то, что в основе сказочных произведений Пушкина лежат элементы сказок и преданий разных европейских народов, мы все равно считаем сказки Пушкина кладезем традиций и обычаев русской народной культуры и нашего родного русского языка. Александр Сергеевич – это единственный русский поэт, чье литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Все мы с вами от мала до велика читаем и любим сказки Пушкина. Возьмите вечером одну из его сказок, почитайте вместе со своими детьми, а может быть и внуками. И вы, прочитав эту сказку, найдете в ней много нового и интересного. В ней и красота, и мудрость, и предание, и истина. Любите Пушкина, читайте Пушкина.